Честное слово, я вот в медицинском училище учился, на фельдшера, моё первое честное образование, да, у меня всё по-честному, и ни разу я не слышал словосочетание «коллективный иммунитет». И телевизора я не включаю, этого вот демона одноглазого уже довольно давно, и поэтому с этой терминологией как-то не особенно сталкиваюсь, распотребнадзоровской. А стоит мне услышать такое словосочетание, как в голове моей писательской фантазии всплывают некие образы, как, скажем, не знаю, подразделения солдат выпустили куда-нибудь прогуляться, да, дали им там этот полсуток отпуска, а потом их всех лечат от заболеваний, передающихся половым путём, и командир части с главврачом так строго спрашивает, «Что же вы, сволочи, чем вы думали?» А солдаты говорят таки, «А мы думали, у нас коллективный иммунитет». Это просто не относящийся к делу юмористический штрих. Больше юмора в этом не будет. Потому что, как сообщил вице-президент Ассоциации врачей, гинекологов, акушеров России Виктор Родзинский, доктор медицинских наук, профессор, в ближайшее, в самое ближайшее время, это происходит уже сейчас, доля бездетных женщин России повысится с 8 до 15 процентов. Вот. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. И хочу вам сказать, что сейчас мы наблюдаем такую завершающую фазу геноцида коренных народов Руси. И я свидетельствую об этом. Что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описание этого ролика, чтобы поддержать мой труд, независимого публициста, вашего вестника, аналитика. Тружусь я сам по себе, и потому я всегда честен. Потому что я Родину люблю. Вот. И знаете, вот новости, как бы, из такого телереальности. Анча Баранова, главный научный сотрудник лаборатории Функциональной геномики Медико-генетического научно-исследовательского центра Российской Академии Наук заявила, что у нас проблемы с коллективным иммунитетом от модной фигачины. Вот. Я старательно избегаю всех этих словечек, называю там то, что надо, по их мнению, делать ширевым и так далее. Вот. Не хочу, чтобы мне что-то прилетело. Вот. Ну, в общем, она обвинила в том, что у нас всего 45,7% коллективного иммунитета. Магия цифр. Так же, как и вчерашний ролик, номер школы 11. Как они любят числа. Вот. Так вот, виноваты в отсутствии должного коллективного иммунитета и мы сами, потому что мы несознательные дикари. Вот. И виноват также вот эта новомодная штука. Почему? Да потому что она мутирует. И об этом говорит открыто Анча Баранова сама, главный научный сотрудник, медик. То есть, эта штука мутирует. Одновременно с этим для уравновешивания другие там всякие медицинские специалисты говорят другие вещи, дорогие друзья. Так, в общем, говорят, что наоборот, предостерегают уже от того, чтобы чрезмерно люди ставились, ширялись. Как писала «Комсомольская правда», газета «Официальное издание», слишком частая ревакцинация может привести к обратному эффекту и вызвать иммунологический паралич. Об этом предупредил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УРУРАН, академик Валерий Черешнев. Уточнив, что ревакцинироваться рекомендуется минимум через полгода после последней прививки. Господи ты, боже мой, если вы все так печетесь о нашем здоровье, вылечите мне бесплатно мои зубы, пожалуйста. Я ведь довольно много трудился на благо нашей страны. Нет, не вылечите. Нет. Что ширя не расслышал, простите. Вот. Я в 90-х годах отучился от этой погубной штукенции. То есть я ни разу из себя не вне это. И сейчас не готов это начинать. Но хочу вам сказать, что поистине страшная новость, которую озвучил Виктор Родзинский, о том, что с 8 до 15 процентов вырастет число бездетных женщин. Мы не размножаемся. Дорогие друзья, на секундочку сделаю ремарку, важную ремарку. Следующий ролик будет сделан мной на английском языке. И этот ролик будет адресован персонам за границей. Открытое обращение о нашем геноциде, о нашем вымирании, вымерщвлении, уничтожении нас с вами. Прошу вас, дорогие зрители, этот следующий ролик поддержать. Лайком обязательно напишите комментарий на русском или на английском языке. Как пожелаете, на любом языке. Разместите его у себя в социальных сетях. Потому что я считаю крайне важным, чтобы содержание этого следующего ролика дошло до адресатов. И хочу сказать, что на самом деле, на самом деле, по мнению демографов, не помогут ни выплаты, которые там назначает правительство ИРФистана, матерям, не помогут ни их меры, которые они там громко озвучивают, а на деле они ничего вообще не совершают. Не поможет ничто из этого государства образования ИРФ. Потому что их цель обезлюживание, наше с вами вымаривание. И они взялись за дело всерьез по полной программе. Хочу сказать, что невероятная вина лежит на работниках телевидения и средств массовой информации. На киношниках, на работниках культуры, так называемой, на артистах, на вас, на всех. На тех, кто принимает участие в разрушающей демографической и культурной деятельности. Потому что вы внушаете людям такие мыслеформулы, после которых у нас будет 15% бездетных женщин. Связано это, впрочем, не только с культурой, но и с карателями, которые вымаривают мужчин. Связано это и с призывной армией, где калечат мальчиков и морально, и физически. Морально-то калечат многих, на это у нас уже махнули рукой. Моральный ущерб, стоимость 1000 рублей, да? А вот из-за этой 1000 рублей у нас все люди, у нас нет общества, наши люди душевно больны. Это тоже часть их геноцидного плана. Что ж, повторюсь, следующий ролик, друзья, обязательно поддержите, это важно. Я потом сделаю перевод всего сказанного, вот, и буду проявлять максимальное достоинство. Вот. И хочу сказать, что, видимо, вот в связи с тем, что не хватает коллективного иммунитета, власти разных регионов предлагают ужесточать меры, рестриктивные, запретные меры в разных регионах, включаясь в Свердловской области и так далее, на период вот этого запирания людей. Ну, то есть, я отсидел там 15 суток в тюряшке, но я, по крайней мере, знал, что хоть мне это и говорят, что это за мелкий хулиган, я знал, что это за вот этот блог. Вот. Хотя бы я знал, за что. Да, мне было тяжело, больно, неприятно, я страдал реально, но я знал, за что. А за что вас-то, братва, за сколько там, 11 суток, а? Ха-ха-ха-ха-ха. Что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание этого ролика подскажет вам, как поддержать мой опасный для жизни и здоровья труд. Я сам по себе совершенно один, вот, и моя суженая будет бродить бездетной, вольясь в эти 15 процентов эх. Ха-ха-ха. Прости меня грешного. Господи, я вас всех очень люблю, дорогие друзья И скажу вам главное, все равно жить и умирать надо с улыбкой Будьте, пожалуйста, веселей, поддерживайте друг друга Будьте в хорошем настроении Потому что одна из их вымаривательных мер Это вогнание нас всех в депрессию Чтобы мы еще больше поедом друг друга жрали Не, не надо, не поведемся на их планы Поддерживайте друг друга хотя бы морально Улыбайтесь чаще Представляете, я даже ради следующего ролика Галстук сам завязал, по-моему, впервые в жизни Мне все время кто-то помогал А тут вот так вот И напоследок добавлю вам важную новость Британские ученые, историки установили Что король Артур имел русское происхождение Правда это или нет? Мне кажется, что очень и очень смахивает на правду Вот такие вот дела Что ж, доброго всем дня Хорошего настроения Женщины, мужчины Любите своих ближних, свои вторые половинки Не разводитесь И если у вас возникает вопрос Сделать ли нам ребенка Делайте, не раздумывая Это ведь антипутинские Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...